У одной из компаний как раз неделю недавно появился новый собственник. Сбылась мечта лидера Народного фронта, бывшего премьера Арсения Яценюка. У него теперь есть свой телеканал. Точнее, часть телеканала. Речь идет об Эспрессо ТВ. Кстати, долю там себе купил и глава МВД Арсен Аваков. Точнее, его жена. Об этом стало известно совсем недавно, благодаря госреестру юрлиц. Во сколько Яценюку обошелся медиа-актив и что этому предшествовало? Подробнее в материале. Бывший премьер Арсений Яценюк теперь может именоваться медиамагнатом. Из госреестра юрлиц стало известно, что он и жена его соратника, главы МВД Арсена Авакова, стали соучредителями компании Астрофинанс, которая, в свою очередь, еще через одно предприятие владеет телеканалом Эспрессо. Получается, они выкупили долю у жены еще одного фронтовика, Николая Княжицкого, Ларисы. Таким образом, сообразив на троих, разделили доли. Княжицкий оформил 30% на супругу, Аваков 40% акций тоже на свою жену, а вот Яценюк 30% записал на себя. Накануне вечером информацию о покупке телеканала подтвердила пресс-секретарь экс-премьера Ольга Лапо. В Фейсбуке сообщила, договор подписан 15 июня, а о покупке корпоративных прав Яценюк указал в своей декларации за прошлый год. Потратил совсем немного для медиарынка, почти 3 миллиона 800 тысяч гривен. Откуда у фронтовика есть деньги на покупку телеканала, нардеп Сергей Каплин на своей странице в Фейсбуке предположил. Они получены благодаря скандальной закупке так называемых рюкзаков Авакова и не менее скандальному мегапроекту «Стена», отцом которого и является Яценюк. Также депутат напомнил, что Народный фронт неоднократно пытался прикарманить телеканал «Интер». В частности, наиболее активным был нардеп Николай Княжицкий. Его связывают с Владимиром Кметиком, директором телеканала «Малятка-ТВ», который через суд неоднократно пытался вытеснить «Интер» из телеэфира. То, по его мнению, мультики должны были занять частоты телеканала, то лицензию нацсовет продлил «Интеру» незаконно. Кстати, на этих судебных заседаниях часто присутствовал и сам Княжицкий. Но в итоге мультики окончательно проиграли во всех судебных инстанциях. В то же время, по странному стечению обстоятельств, судебными исками, их было 11, забросала «Интер» и «Металлобаза» из Ивано-Франковска. Там неожиданно решили, что пора заняться не только продажей металлолома, но и производством кинопродукции. Но и это дело с треском провалилось. Теперь с покупкой телеканала «Эспрессо» мечта фронтовиков иметь свой медиаресурс наконец-то сбылась.